Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня я решил изготовить необычный ночной светильник, который способен проработать на одной батарейке формата 3А более 9 часов. За основу этой поделки я взял пустую бутылочку от хлоргексидина, которая может быть отличным рассеивателем света в фонаре. Диаметр бутылочки составляет 45 мм, а значит я буду отталкиваться от этого размера. В качестве материала я буду использовать дубовый брусок. Маркером я размечаю на бутылочке места реза и разрезаю на необходимый мне размер при помощи обыкновенного скальпеля. На токарном станке я с одного конца бруска протачиваю цилиндр, для того чтобы можно было этот брусок надежно закрепить в патроне станка. Переворачиваю брусок, поджимаю его центром и затягиваю надежно в патроне. Далее я обрабатываю брусок на всю его длину диаметром 45 мм и на чистовую обрабатываю его наждачной бумагой. Толщина верхней заглушки светильника составляет 15 мм. Ширина посадки на рассеиватель у меня составляет 5 мм. И точу я посадку на диаметр 43,5 мм. Длина основания будущего фонаря у меня составляет 55 мм. Нижнюю часть основания я точу на диаметр 35 мм. И ширина проточки 15 мм. На эту часть будет накручиваться нижняя крышка. Сразу намечаю нижнюю крышку, ширина которой составляет в моем случае 21 мм. Ну а теперь я ножовкой отпиливаю заготовки. Устанавливаю нижнюю крышку в патрон и произвожу сверление сверлом 10 мм на глубину 15 мм. После чего расточным резцом я выбираю внутренности отверстия диаметром 35,5 мм на глубину 15 мм. И обрабатываю заусенцы наждачной бумагой. На верхней части основания фонаря я делаю небольшую выборку под стеклотекстолит глубиной 1,5 мм. Теперь я просверливаю два сквозных отверстия в основании фонаря диаметрами 10,5 и 15 мм. Они необходимы для размещения двух типов батареек формата 2А и 3А, а также аккумуляторов. На лентошлифовальном станке я выравниваю все торцы заготовок после ножовки. На небольшом куске фольгированного стеклотекстолита я циркулем размечаю круг диаметром 35 мм. Грубо вырезаю его при помощи болгарки, после чего выравниваю на тортошлифовальном станке. Теперь необходимо подобрать два маленьких самореза, которыми я и прикручу стеклотекстолит. Просверливаю два отверстия диаметром 2,5 мм и прикручиваю шайбу к верхней части основания фонаря. Чертилкой с обратной стороны я размечаю выход отверстий на стеклотекстолите. Использовав две маленькие пружины от старого принтера, припаиваю их к центрам размеченных отверстий. Они будут поджимать батарейки и будут являться минусовыми контактами. Кусачками я откусываю все лишнее и выравниваю пружинки. Прикручиваю шайбу с пружинками обратно. Вставляю батарейки и смотрю, плотно ли закрывается нижняя крышка или нет. Беру небольшой кусок прутка из нержавеющей стали диаметром 3 мм и закругляю его с двух сторон на шлифовальном станке. После чего при помощи болгарки отрезаю два кусочка с двух сторон длиной 6 мм. На нижней части основания фонаря я сверлю два отверстия сверлом 2,9 мм, на глубину 5 мм, после чего забиваю отрезанные части от прутка. Надеваю нижнюю крышку и маркером размечаю места контактов со шпильками, после чего фрезой диаметром 3 мм я фрезерую пазы фиксации нижней крышки. В итоге у меня получились вот такие специфичные пазы, которые позволяют закрывать нижнюю крышку, вращая ее по часовой стрелке, и открывать ее, вращая против часовой стрелки. Теперь необходимо сделать плюсовой контакт. Для этого я сверлю сквозное отверстие диаметром 2 мм, для того чтобы пропустить провод. И в нижней части я рассверливаю отверстие диаметром 3,5 мм под пружинку. Небольшой кусочек латунной трубки я припаиваю к пружине, продеваю провод и припаиваю его тоже к самой верхушке. В итоге у меня получился очень надежный подпружиненный контакт. Из небольшого куска медной фольги я размечаю круг диаметром 35 мм. Он необходим для того, чтобы объединить все контакты батареек. Вставляю батарейку и проверяю надежность всех контактов. Все хорошо, все работает как и задумывалось. Для изготовления светодиодной матрицы я взял кусок алюминиевой трубки. Отрезаю кусок длиной 35 мм и снимаю все заусенцы как снаружи, так и внутри. Всю трубку я обклеиваю каптоновым скотчем для изоляции. Все лишнее срезаю при помощи скальпеля. Сверлю сквозное отверстие диаметром 2 мм. Оно здесь необходимо для прокладки проводов. С куска медной фольги я отрезаю две небольшие полоски и обжигаю их при помощи бензиновой горелки. Это необходимо для того, чтобы медь была очень мягкая и податливая. После чего я зачищаю эти куски при помощи наждачной бумаги. Припаиваю два медных кольца на небольшом расстоянии друг от друга. После чего на эти кольца я припаиваю 6 светодиодов формата 5730. Развожу небольшое количество эпоксидного клея и приклеиваю матрицу в стеклотекстолиту. Пока клей сохнет, я установлю выключатель в верхнюю крышку. Для этого по центру я сверлю сквозное отверстие диаметром 8 мм. И при помощи надфилей придаю отверстию форму прямоугольника под размер выключателя. Теперь я на чистовую обрабатываю все заготовки на ледошлифовальном станке перед пропиткой маслом. Приступаю к окончательной сборке. Медную шайбу к нижней крышке я приклеиваю при помощи цианакрилатного клея. Просовываю плюсовой провод с пружинкой, продеваю его через стеклотекстолит и прикручиваю шайбу на место. Минусовой провод просовываю в отверстие. И то же действие проделываю с плюсовым проводом. Сердцем этого фонаря является вот такой повышающий драйвер, который способен работать от напряжения 0,5 вольт. На выходе он выдает напряжение 5 вольт с мизерным током, но этого слегка хватает для светодиодов. Гнездо USB я удаляю в угоду компактности. Минусовой черный провод я припаиваю на минусовой вход модуля. Свободный кусок оранжевого провода я припаиваю к плюсовому входу модуля. Просовываю небольшой кусок черного провода через отверстие. И припаиваю один конец к минусу матрицы, а второй конец к минусовому выходу модуля. Также просовываю кусок оранжевого провода через отверстие. И припаиваю его к плюсу матрицы и к плюсовому выходу модуля. После чего весь модуль обматываю каптоновым скотчем во избежание короткого замыкания. Вставляю батарейку и проверяю правильность сборки. Всё работает отлично. Рассеиватель я приклеиваю при помощи прозрачного клея B7000. Излишки клея по старинке стираю пальцем. Теперь припаиваю два провода к выключателю и устанавливаю его на законное место. Итак, мои дорогие друзья, фонарик полностью собран и протестирован. И что бы хотелось отметить в первую очередь. Тактильные ощущения от этого фонарика просто бомбические, непередаваемые. Он настолько приятен и настолько классно лежит в руке, что я даже изготовил вот такой второй фонарик в подарок. То есть, он мне действительно очень понравился. Материал, конечно, дерево есть дерево. То есть, кто любит дерево, тот меня поймёт. В общем, какова была идея этого фонарика? Идея была в следующем. Благодаря внутреннему модулю я могу полностью до самого нуля разряжать все батарейки. То есть, расходовать их абсолютно полностью. И он будет работать до тех пор, пока напряжение самой батарейки не упадёт до 0,5 вольта. А это очень долго. Идея была в следующем. Чтобы можно было использовать два типа батареек. Формата 3А и формата 2А. Ну, что есть в домах, что валяется дома, то и можно было бы использовать. Можно использовать как одну батарейку. Светиться он будет и от одной батарейки. Можно использовать как две батарейки одновременно. Предварительные тесты показали следующее. Что на одной вот такой подпольной батарейке энергайзер. Это не настоящая энергайзер батарейка. Это батарейка, купленная фикс-прайс за копейки. Вот конкретно на одной такой заряженной батарейке этот фонарик у меня просветил больше 9 часов. Абсолютно точно. Без всяких обманов. Вот. Также сюда можно вставлять и аккумуляторы. Они таких же, собственно, размеров. Напряжение 1,2 вольта. Ну, емкость у них поболее, как в обычных щелочных батарейках. Но это все тоже работает без проблем. В общем, идеей я остался очень доволен. Я могу сказать честно. А внешний вид, конечно, вообще шикарный. Просто четко. Спасибо. Спасибо.